Среди тех, кого отметили премии губернатора нашей Подмосковья, стал руководитель общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Николай Михайлович Родионов. Его организация входит в состав Совета ветеранов Ленинского района. В 2015 году по инициативе ветерана был выпущен альбом «Непокорённые», рассказывающий о жителях Ленинского района, побывавших в фашистских застенках. Организация много времени уделяет патриотическому воспитанию молодёжи. Мы все эти мероприятия в совокупности объединили, определили краткое описание этого проекта, поставили задачи, и у нас получились неплохие результаты, в принципе, которые мы завоевали этот диплом второй степени. В рамках просветительской работы бывших узников концлагерей приглашают школы района для проведения уроков мужества. Дети с интересом слушают их рассказы, а ветераны с болью в сердце снова и снова переживают те страшные дни. Сам Николай Михайлович в течение полутора лет находился в двух лагерях смерти на территории оккупированной Латвии. Однажды идём мимо этой котельной, выходят в тележку. А с тележки рука детская, вот так висит, сожжённые тела, выносят сожжённые тела. И рука вот там сама. Это же было, понимаете, как нам. И мы так думаем, и наша очередь такая же. Их освободили в апреле 45-го. Всю жизнь Николай Михайлович посвятил увековечиванию памяти погибших в лагерях смерти. В 2013 году на Аллее Славы был установлен памятный знак. И теперь, ежегодно, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, к нему возлагают цветы. Основной задачей при подаче заявки на премию «Наше Подмосковье» стало привлечь внимание общественности к идее усовершенствовать этот памятный знак и модернизировать его в полноценный памятник. За работу взялся известный скульптор Василий Селиванов. Его тесть, отец жены, находился в концлагере. И эта тема для него как бы очень близкая. И он относится к этому с пониманием, с сочувствием. И старается даже говорить, я не буду за работу брать, мне главное за материал, чтобы был оплачен. То есть он понимает. Скульптор подготовил макет будущего памятника, но обсуждения продолжаются. В силу возраста Николай Михайлович и другие ветераны не могут взять всю организационную работу на себя. Но у них есть единомышленники. Когда я узнал, что дело его жизни – это памятник с целью увековечивания памяти тех погибших в концлагерях, я понял, что это мой долг, это моя обязанность – оказать ему помощь. Как говорят ветераны, память о жертвах фашизма должна жить. А это уже полностью зависит от нас с вами. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.